Ну что, привет всем опять! Надеюсь, вы выполнили мое задание. То есть, позанимались и выучили ля-минорную гамму. Ну и до этого, надеюсь, вы прошли и выучили мажорную гамму. То есть, мы берем сейчас эти две гаммы и соединяем. Почему вот это до-мажор или ля-минор именно? Потому что есть такое явление в музыке, они называются параллельный мажор-минор. По сути дела, это одни и те же ноты, только гамма начинается с разных нот. До-мажор, с до, а ля-минор, с ля-минора. Ну, в принципе, это все те же самые ноты. Дори-ми-фа-соли-си-до или ля-си-дори-ми-фа-соли. То есть, это явление одного и того же порядка. Что еще важно знать, что в джазе... Ну, как бы гаммы в классике используются для построения техники. Ну, в джазе тоже, конечно, но в джазе еще эти гаммы или лады используются для импровизации, чтобы знать, какие ноты звучат хорошо на тот или иной аккорд. То есть, до-мажор или ля-минор являются гаммой параллельного мажора-минора. По-моему, так это по-русски. Как найти параллельную гамму? То есть, если мажор у нас... Ну, например, нота до... То минор всегда у нас лежит на три лада вниз. Раз, два, три. До-мажор, ля-минор. Либо, ну, если минор мы знаем, то мажор на три выше. То есть, скажите мне, какая параллельная гамма является ре-мажору? Раз, два, три. Си-минор. Параллельная соль-мажору. Раз, два, три. Ми-минор. А параллельная соль-минору. Раз, два, три. Си-бемоль-мажор. Окей. Как я говорил, надеюсь, что вы прошли эти... Выучили мои аппликатуры с до-мажором, с ля-минором. И теперь мы с помощью этих двух аппликатур мы можем играть ноты этих гамм. Они являются одними и те же. Через весь гриф. То есть, мы начнем с гаммы до мажор. То есть, помните, у меня. Один, два, четыре. Один, два, четыре. Один. Один, два, четыре. Один, два, четыре. Это гамма. То есть, покрывает... Ну, третий лад и немножко от пятого. Следующей гаммой мы играем ля-минор от шестой струны. Следующая гамма до мажор. То есть, мы начинаем всегда ее для симметричности с седьмой ступени, с ноты си. Мы начинаем ее от седьмого лада. Следующая, то есть, это у нас примерно вот эта позиция и чуть выше. То есть, тонкие струны выше. Следующая, ля-минор от двенадцатого лада. Да. И потом мы возвращаемся опять же в первую... С чего мы начали? С до мажора, как бы, ну, на втором ладу. То есть, вот они все наши гаммы, да? И, ля-минор. И опять тонкие шутки. Да. То есть, вот они у нас четыре аппликатуры. До, ля, до, ля. И мы возвращаемся. Ну и сейчас мы попробуем с помощью этих гамм поимпровизировать на такую гармоническую последовательность для минори. Это... То есть, ля-минор, ре-минор. Си-пл уменьшенный. Ми-септ, ля-минор. Собственно говоря, вы можете играть все время в ля-миноре, используя наши четыре аппликатуры. Рекомендую в каждой аппликатуре что-то поиграть, чтобы... Ну, можно просто гамму поиграть под эту аппликатуру и потом поимпровизировать. То есть, в каждой из этих четырех аппликатур. Попробую вам продемонстрировать немножко. Начинаем в до мажоре, в этой второй позиции. Ля-минор. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поиграйте сами! Субтитры создавал DimaTorzok Я оставлю этот аккомпанемент еще в конце этого урока И вы можете поотрабатывать гамму до мажор и ля минор Ну и вообще, то есть мажорный и минорный аппликатуры В следующем уроке мы будем импровизировать на джазовый стандарт, где уже не один тональный центр, а два Поэтому вам рекомендуется пройти урок номер один с мажорной гаммой Урок номер два с минорной гаммой И третий урок это где мы совмещаем обе гаммы Надеюсь, вы позанимаетесь и в следующий раз мы уже начнем импровизировать на более сложные вещи А впереди у нас еще много интересного Так что подписывайтесь, пишите комментарии Потому что действительно они являются мотивирующим фактором для меня И до новых встреч! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok